И я его спросил, зачем ты хочешь приехать на тренинг? Знаете, что он сказал? Ну, первое, я, конечно, очень хочу посмотреть Москву. А я проявлял настойчивость от того, что мне очень сильно хотелось жить. Мне хотелось зарабатывать деньги, мне хотелось иметь красивую, там, классную жену, мне хотелось иметь семью, я хотел быть отцом, воспитывать своих детей, классно жить, путешествовать. Я там что-то сделал, и вот это была моя ошибка. Стоит человек и говорит, мне нечего про себя рассказывать. Я работаю, там, у меня два ребенка, как бы все. То есть, никакие хобби, ничего нету. Всем привет, на связи Юра Осенцов, это тренинг Владимира Шамшурина «Все твои». Сегодня хочу поговорить об одной достаточно такой интересной теме. Я даже не знаю, как эту тему назвать. Наверное, это будут мои наблюдения и заключения достаточно долгого периода, вот. А точнее, 22 лет, наверное. Даже больше, потому что, собственно говоря, на днях у меня состоялась встреча выпускников 9 класса, получается 22 года назад. Ну, вот такой у нас был класс. Мы собираемся не на 20-летие, как бы, а на 22-летие. В общем, так получилось. Вопрос не в этом, а вопрос в том, что у меня была на этих выходных отличная возможность посмотреть на своих одноклассников и очень сильно удивиться. Я был там на 15-летие, вот, и там пришла, как бы, очень малая часть, поэтому тогда я каких-то особых выводов не делал и был очень сильно заморочен тем, что мне нужно было попасть тогда на тренинг самому, и, в общем, проблем было куча своих. Очень много для меня было наблюдений, я сейчас с вами поделюсь, а вы там уже сами посмотрите, насколько это похоже на правду, насколько это отражает вас или ваших знакомых, или ваших друзей, особенно тем ребятам, кому уже там до хрена лет, в общем. У меня была возможность сравнить, как минимум, два десятка человек, каких я знал их в школе и какими они стали через 20 лет. В общем, сразу хочу сказать, что первое, что я получил, там, сходу с порога, как говорится, от первого уже пьяного одноклассника, который набухался еще до того, как он пришел на встречу выпускников, он напился водки, ну, чтобы, видимо, ему там было не очень стрёмно. Когда он ко мне подошел, он сказал, блин, слушай, ты что, юрист? Ну, то есть, если ты юрист, то мне нужно взять у тебя пару, там, каких-то советов. В общем, он с каким-то пренебрежением сказал, что я юрист, ну, не знаю, видимо, похож, вот. Ну, не суть важна. Далее мне сказали, что я общаюсь как политик, почему бы тебе не общаться так, как ты общался раньше? Собственно говоря, мне предложили общаться так, как я же из маленького поселка, собственно говоря, туда я и приехал встретить своих одноклассников. На что, опять же, повторюсь, мне было предложено, давай-ка мы с тобой будем общаться так, как общается здесь у нас. То есть, это называется с хуя на хуя через мат, в общем-то, и это нормально, так должны общаться нормальные мужики. Как он мне сказал, я сходил в армию, и после этого я понял, что жить нужно проще, и не надо себя, как говорится, ставить выше, чем ты есть. Ну, я всего лишь зачем-то там развивался и работал все эти 20 лет, чтобы приехать и, как бы, обратно спуститься через унитаз, вот, в это состояние, с которого, там, не знаю, я там пребывал. В котором я, так сказать, пребывал. В общем, ситуация такая, что люди по прошествии 22 лет не то, чтобы не стали лучше, как бы, они, вот так они смотрят на свою жизнь, то есть, они там в деревне у себя, вот, ее видят так, что развиваться-то это вообще, как бы, ну, не очень круто. Далее у нас была некоторая перекличка, ну, как бы, каждый вставал и представлялся, что у него сейчас на сегодняшний день происходит в его, так сказать, жизни, ну, в его семье. И, в общем-то, нам всем было интересно, так как я некоторых людей уже порядка, там, 20 лет не видел, и мне было интересно узнать, что с ним черт возьми произошло. Потому что в моей-то жизни было все, алкоголь, наркотики, женщины, неразделенная любовь. Я чувствовал себя, как попало, и проходил огонь и воду медной трубы, и старался, и карабкался в этой жизни, как мог, в общем-то, и сейчас нахожусь там, где я всегда мечтал находиться. Далее, когда начали общаться с ребятами, что меня первое очень сильно удивило, это то, когда человек поднимается и говорит, а почему мне про себя рассказывать? Мне нечего про себя рассказать, охуеть, то есть, ты 22 года спустя, как ты закончил школу, в общем, тебе и рассказать-то нечего, то есть, отлично мотивация к жизни. То есть, причем у этих людей еще есть дети, в общем, тут, как бы, я как человек, у которого самого уже там практически двое детей, в общем, кто знает, то есть, у меня там супруга ожидает второго парня, мы где-то в декабре должны родить, поэтому мне очень страшно становится за таких людей, в общем, за детей таких людей, что будет с ними дальше, вот такая интересная тема. То есть, встает человек и говорит, мне нечего про себя рассказывать, я работаю, там, у меня два ребенка, как бы все, то есть, никаких хобби, ничего нету. Я хочу сказать, что вот эти ребята, про которых я там сейчас рассказываю, это, они точно лучше учились меня в школе. Это были ударники там в спорте, в общем, это ребята, которые занимались спортом, хорошо учились в школе, в общем, подавали, ну, собственно говоря, большие-большие-большие надежды там своим родителям, ну, как бы, видимо, там, кому-то еще. Вот, но жизнь, она такая штука, она, видимо, требует каких-то еще других знаний, да, или она, скорее всего, эти знания тоже предоставляет, и ими нужно пользоваться, их нужно брать, и их нужно самое, что интересно, еще и применять. Я еще расскажу про одного чувака, как бы, его зовут Алексей, в общем, ну, Леха был такой любимец женщин, он был там на год старше, нас учился, он ходил там в качалку, у него была там кличка Здоровый. Он хорошо учился, ему легко давали все предметы, ему легко давали все женщины, в общем-то, и, ну, то есть, он поступил там в какой-то престижный колледж потом. Больше после этого я о нем ничего не знал, я знал, что этот человек, которому просто липнет все, 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 все то, что вот, ну, грубо говоря, у нас, у молодых каких-то неудачников не получалось. В общем, он совершенно не улыбался, и из его рассказов сразу же, то есть, мы не виделись 20 лет, он не спрашивает, как у кого у нас дела, он сразу начал рассказывать про себя, и как у него что не получилось. Мне реально было хреново, я запереживал за этого человека, потому что я представлял его другим, совершенно другим, и, ну, он рано женился, его, я знаю, что его окрутила, как бы, там, такая очень сильная девочка, в общем, и она родила ему двоих детей, как бы, и так, ну, если так очень коротко, она от него свалила, и, в общем, из его, там, монолога про свою жизнь, я очень часто слышал, там, в нескольких предложениях, допустим, вот, я там что-то сделал, и вот это была моя ошибка. Далее он рассказывает о том, что я что-то там сделал еще, и вот это была моя вторая ошибка. То есть, понимаешь, после этих ошибок он, я так понимаю, не давал себе шанса дальше продолжать жить, в общем, как бы, закапывал себя, и вот эта вся юношеская энергия, вот эта вся сила, это все, я не понимаю, куда это все делать. Мне кажется, у меня было все по-другому, у меня ни хрена не получалось, мне никто ничего не давал, я учился плохо, женщины мне не давали, мне предметы не давались, мне не давалось вообще ничего этого, я хватался и цеплялся за эту жизнь вообще, блин, как мог. Для меня, глядя на этих людей, я понимаю, что я отличаюсь от них только одним, это очень большим желанием жить, и жить классно, жить по-другому. Ну, я теперь понимаю, что я чувствовал себя очень часто так, что я неудачник, то есть, у меня в жизни ни хрена не происходит, у меня нет женщины постоянной, я не могу зарабатывать те деньги, которые я хочу. Но при этом я все равно продолжал этого желать, и желать очень сильно, и искал какие-то ходы, в общем, искал людей, я старался, я цеплялся, в общем, за все, что мне предстояло там, с чем мне предстояло там столкнуться. И, в общем-то, как показывает практика, это прилежное обучение, и, на самом деле, прилежное воспитание ни хрена вообще не решает, потому что в жизни постоянно происходят какие-то катаклизмы, и вот это твое отношение к тому, что ты можешь брать себя в руки и работать дальше, то есть, ничего не бросать, вот как бы это самое главное. То есть, жажда жить, жажда получать самое лучшее, вот как мне кажется, вот в этом весь секрет. В общем, какими бы ни были вот эти страшные ситуации, надо знать, что я твердо верю сейчас в то, что если ты хочешь там чего-то добиться, в какой-то там профессии, или там в жизни, или, в общем-то, там, как в нашем случае, ты хочешь найти свою женщину, если ты будешь этим заниматься и будешь уделять этому много времени, собственно говоря, и те неудачи, те препятствия на твоем пути, которые были, которые 100% еще будут, и тут они как раз будут вытачивать из тебя вот именно того человека, с которым и женщина будет жить, потому что я уже говорил там в одном из видео, что женщина будет брать именно того мужчину, у которого есть привычка справляться с какими-то легкими неудачами. Блядь, я каждую свою ошибку записывал себе в, ну, как бы, куда-то там в голову, в блокнот, собственно говоря, и она была мне как методичка, как больше не нужно делать, то есть я все равно продолжаю идти дальше, но вот очень хорошо, я не буду связываться с этими людьми, потому что они меня обманули на бабки, теперь я, как бы, с ними дел никаких иметь не хочу, и, в общем-то, в общем-то, моя предыдущая женщина, это просто, блядь, ходячая методичка полностью о том, как вообще не надо делать, как не надо себя вести с женщинами, какой не должна быть женщина для, по крайней мере, для семейной жизни, и когда я встречал телок и видел в них хоть какую-то часть от моей предыдущей бабы, ну, я сразу понимал, что нет, как бы, мне точно не по пути, то есть это называется опыт, который ты прошел, и как я могу сказать, что это была моя ошибка, да, блин, это не то, что была моя ошибка, это было, слава богу, что я получил, ну, напоролся на нее, там, в 27 лет, и, а не позже, да, потому что у меня сейчас осталось больше времени для того, чтобы найти себе жену и начинать уже с ней, там, рожать, как говорится, детей. Самое главное, ваше отношение вот к этим ошибкам, оно, оно и определяет вашу жизнь, как я понял, потому что человек, который сидит с грустью, вспоминает о том, что вот его женщина принесла ему, как бы, несчастье, вот, вот это хреново, то есть все дело, вот, все дело, вот, реально в отношении, в своем отношении к этому миру, к тому, как ты относишься к проблемам, в общем-то, и понятно, что я не говорю, что там не надо горевать, это никуда не денется, потому что в моменте, когда происходит ситуация, тебе бывает настолько херово, ты, там, ее запиваешь, закуриваешь, там, запрыгиваешь, там, из окна куда-нибудь, ну, в общем, то есть разбираешься с ней, как бы, вот, в сильно эмоционально нестабильном состоянии, когда тебе хреново, но ничего страшного, это тоже проходит. У меня до сих пор есть такое, что, когда появляется какая-то проблема, у меня в моменте, там, колбасит, я не сразу принимаю решение, там, поступить так или иначе, тем более, если этого еще не было в практике. Меня просто какое-то время колбасит, потом меня отпускает, в общем-то, и я уже знаю, что до этого у меня были, там, ну, какие-то похожие случаи, в общем, это все проходит, и потом, собственно говоря, можно это все пережить, это боль отступает, в общем, можно начинать все по-новому. Поэтому, когда новая хрень накатывает, так как у тебя уже есть опыт, тебя в прошлый раз не сломало, и ты понимаешь, ну, блин, ничего страшного, грубо говоря, сейчас я немножко тут переживу. В общем, такая же есть очень похожая методология, как бы, работы с чувством вины. Это когда ты заранее совершаешь какой-то поступок, знаешь, что у тебя, ты будешь там мучиться и терзаться, как говорится, ну, ночами будешь не спать, как у нас, любят, говорят, совеститься, совеститься. Это также, кстати, очень коррелируется со знакомствами, когда вы в самые первые разы, когда вы начинаете подходить, особенно там после тренинга, вас все равно немножко приколбашивает вас, вы волнуетесь, вы там стесняетесь, но при этом, как бы, продолжаете, сука, делать свое дело. Вот, и главное, вот, побыть в этом состоянии, когда тебе там неловко, некомфортно, в общем, потом, когда ты уже звонишь, набираешь по телефону, тебе девочка говорит, что, в принципе, давай встретимся, чувак, вот, вот ты получил, как говорится, дивиденды. Здесь, ну, вообще, в любой сфере жизни, особенно в новой сферы, в которой ты заходишь, главное там, ну, немножко перетерпеть. И там выживают люди, которые себя не жалеют. Далее, снова прос, вернемся к нашим, там, к моим одноклассникам. Ну, это, как бы, мой кореш, хороший Денис, по школе такой же, нахрен, троечники, раздолбай. В общем, сейчас неплохо зарабатывает, и там, собрался ехать в Краснодар, ну, как бы, его туда никто не приглашал, как его потом спросили ребята, то есть, а что тебя туда кто-то приглашал, зачем ты туда поехал? То есть, купил квартиру, ни ты, ни жена, вы там еще не устроились на работу, везете туда троих детей. Денис говорит, в смысле, а что такого? Ну, то есть, он понимает, что он все равно мужик, взрослый, он не пропадет, он владеет, там, ну, какими-то определенными профессиями, в общем, и все равно там найдет себе применение, так же, как его супруга. Это, ребят, вот это называется уверенность в себе. Вот она уверенность в себе, когда ты, отправляясь в другой город, не зная, что там с тобой будет, но ты твердо веришь, что ты все равно, как мужчина, там, найдешь работу. Ну, не страшный, которые уверены в себе, даже не зная, что там будет, то есть, он опираясь на свой собственный опыт, он знает, что он все равно нигде не пропадет. Так вот, ему там одноклассники спрашиваются, как ты, а куда ты поехал? Тебя там что-то кто-то звал, тебя приглашал, то есть, понимаешь, у них такое мышление, если, блядь, тебя никуда не звали, не приглашали, то, как бы, в принципе, ты нахрен никому не нужен. Они продолжают сидеть в своих поселках, продолжают ездить в свои локомотивные депо на работу, в общем-то, с работой, ну, там, имея, там, зарплату, там, в 30 тысяч, в принципе, ну, и, потому что их больше, блядь, никто никуда не пригласил. Вас никто никуда, ребят, приглашать не будет, жизнь такая штука, что нужно приходить и стучаться самому, а более того, блядь, открывать дверь с ноги, то есть, как у нас есть в тренинге, там, упражнение, то есть, открывать, называется, дверь с ноги, вот иметь такую привычку. Даже если ты этого никогда не делал, это не поздно начинать, то есть, ломать психику свою, не поздно в любом возрасте к нам на тренинг приходят дядьки, 51 год, ну, вот здесь сейчас был Игорь, в июне месяце, там, такой самый, один из самых главных динозавров нашего тренинга, то есть, 51 год. А что делать-то? Развелся с женой, жить захотелось, захотелось трахаться, ага, как бы, все, пришел и начал подходить, ну, а куда деваться-то, ребят, потому что, в общем, что еще хочу сказать, какие пороки еще бывают у людей, которые, ну, вот, опять же, исходя из того, что я увидел в своих одноклассниках, очень многие задержались в той профессии, в которую они попали сразу после школы, причем, допустим, это была какая-то передышка между школой и институтом, там, или в институте, в общем, на каникулах, кто-то куда-то устроился работать, и там и остался до сих пор. Ну, как бы, большинство из этих ребят, они работают вообще не там, чему они учились, и занимаются не тем, чем они там хотели бы заниматься. В общем, оттуда и несчастные рожи, и неудовлетворенные, то есть, они даже себя не попробовали, знаете почему? Потому что их, блядь, никто не звал. Ребят, никто вас никогда никуда звать не будет, вы нахрен никому не нужны, даже имея какую-то профессию, образование, если вы не будете это показывать, демонстрировать, проявляться, то, в принципе, вы можете просидеть с хорошими мозгами, очень классно. Кстати, рекомендую вам всем посмотреть фильм «Основатель» про, ну, про Макдональдс, там, многие, может быть, смотрели, там, тот момент, когда он слушал тренинг по, ну, то есть, он сидел в гостинице, у него все было херово, у этого мужика, у Рея Крок, он, там, торговал миксерами, в общем, отчаялся, и он прослушал, там, какой-то аудиотренинг по поднятию, там, настроения и прочее, и, значит, там, такой голос с пластинки сказал, там, вот, ну, то есть, ничто в жизни так не работает, ну, не образование, то есть, на свете, там, полно дураков с дипломом, не талант, мы очень знаем много талантливых, но бедных и непристроенных к месту, там, людей, в общем, он, там, перечислил несколько самых основных каких-то версий о том, на что, вот, вы, большинство ссылаетесь, что у меня нет вот этого, вот этого, вот этого, поэтому у меня нихера не получается, и в конце, вот, он, этот голос, грубо говоря, там, сказал, что самое главное в жизни, это, теперь, это мой девиз, кстати, тоже, это настойчивость и решительность, то есть, ничто на свете не заменит настойчивость, слово настойчивость предопределяет многое в нашей жизни, а я проявлял настойчивость от того, что мне очень сильно хотелось жить, мне хотелось зарабатывать деньги, мне хотелось иметь красивую, там, классную жену, мне хотелось иметь семью, я хотел быть отцом, воспитывать своих детей, классно жить, путешествовать, в общем, вот эта жадность, жажда, я не знаю, как угодно можете называть, но, вот, если у вас ее нет, если вы к себе это, ну, не будете развивать и прививать, то ваше образование, ваши все эти таланты нахер никому не нужны, и если вы не будете ходить, в общем-то, как я, там, по разным тренингам и приезжая, там, в 33 года и оставляя бизнес, и потом все надо мной смеются, что, там, блядь, старый мужик приехал, бизнес бросил ради каких-то баб, чтобы бегать за бабами, ну, потому что я смог, у меня на это хватило яиц, можете снова писать в комментариях о том, какие, там, вы умные, блядь, а я дурак, поехал, то есть, сидя дома, ну, как бы, не забывайте только писать свои истории, как у вас все получается, классно, в общем-то, вот эти вещи, когда вам говорят, будьте уверены, расслабьтесь, там, ну, как бы, обычно, я знаю точно, что, вот, есть, когда тебе говорят, будь настойчив, мне тут все понятно, то есть, как быть настойчивым, это все понятно, мне непонятно, как быть уверенным, то есть, будь уверенным, ну, я не понимаю, то есть, я подхожу к человеку, и у меня, допустим, ну, вот, я все равно теряю, там, у меня есть зажим в голосе, там, что-то еще, допустим, подхожу, там, к человеку и пытаюсь у него, там, что-то спросить, вот, к примеру, если будет, там, грубо говоря, там, на кастинге разбираться, там, три таланта каких-то, которых, там, не знаю, нужно будет пригласить на сцену или в работу, там, в какую-то газету, в редакцию, они будут смотреть, ну, проходить какие-то кастинги, где реально будут выбирать самых целеустремленных и настойчивых, одинаково талантливых людей, потому что бывает такое, что любой талант, он может сломаться, перегореть, в общем, и на которого нет надежды, то есть, обычно, в людей вкладывают деньги, вот, и те, кто вкладывает, не хотят прогореть, поэтому, очень важно, важное отношение имеет, вот, как раз, целеустремленность человека, и на собеседовании, их очень часто, во всяких вопросах и в диалогах, вот, зашифрованы вот эти вещи, мы, кстати, на своих собеседованиях, я уж тут скоро все раскрою, на самом деле, все свои фишки, которые я употребляю на собеседование, скоро это все будут все обходить и проходить, но, в общем-то, есть такие вещи, где я даже не открытым текстом говорю, что, ну, хрена, вы вообще придетесь к нам на тренинг, что вам там надо, да, как бы, казалось бы, да, казалось бы, вроде, ну, глупый вопрос, на самом деле, мне сегодня позвонил человек, рассказывал, как ему больно и плохо живется в 46 лет одному без женщины, он ни разу не был женат, и я его спросил, зачем ты хочешь приехать на тренинг, знаете, что он сказал? Ну, первое, я, конечно, очень хочу посмотреть Москву, вот, ребят, вопрос о том, что, как бы, хрена тебе надо на нашем тренинге, то есть, ты приехал, купи билет и приедь смотреть в Москву, зачем тебе проходить тренинг, что ты думаешь, тебе по Москве станет легче ходить, ну, в каком-то смысле, да, в общем, люди, они такие достаточно странные, есть удивительные люди, в общем, с удивительным мышлением, и они хотят приехать на тренинг, чтобы посмотреть, это главное, зачем они хотят приехать на тренинг, это посмотреть Москву, то есть, Володя Шамшурин тут старается, рвет глотку и учит людей, как, грубо говоря, жизни, в общем, человек, просмотрев видео, говорит, хорошо, Володя, замечательно, я видел, ты работаешь вот на Красной площади, отлично, благодаря тебе я хоть приеду, хоть Кремль посмотреть, так что, ребят, ставьте перед собой цели, и будьте настойчивыми, потому что на своей встрече одноклассников про вас могут подумать так же, подумать, ладно, как бы, это все можно считать, и это все будет, грубо говоря, реально, я знаю случаи, когда, вот, пожалуйста, я там живой пример, когда люди, там, в 27 лет, там, выползали из ямы и продолжали, как бы, и начинали жизнь заново, то есть, жить начинать можно в любом возрасте, даже в 51, как некоторые наши, приходящие к нам в тренинг мужики, потому что, поверьте мне, жить хочется всегда, то есть, ты сейчас сидящий, там, 20, там, 30-летний человек, понимаешь, что к нам приходят даже 51-летние, так вот, лучше, конечно, все-таки прийти чуть раньше, если ты понимаешь, что это нужно даже людям, которым, сука, сегодня уже 51 год, они один хрен прутся, потому что у них что-то там не получилось, что-то они не сделали, ну, лучше, наверное, все-таки раньше к этому как-то прийти, и если тебе сейчас страшно, поверь мне, скорее всего, вот, ну, как бы, морально к нашему тренингу, скорее всего, ну, я не думаю, что как-то можно подготовиться, то есть, я в течение года, когда собирался ехать на тренинг, ну, то есть, я уже, как бы, начал тихонечко принимать решение, что мне надо было бы мне попасть, мне все страшно и страшно, страшно и страшно, страшно и страшно, и пока телка меня там одна классно не побрила, то есть, и вот эту чашу терпения не переполнила, я не поехал, но суть в том, что мой страх поездки, он никуда не ушел, то есть, если ты сейчас в 20, там, 30, там, лет боишься сюда ехать, то, как бы, тебе так же точно более страшно и в 50. Есть смысл приехать раньше, начать свою жизнь, чтобы ты навстречу выпускников своей встал и сказал, что, а мне есть что рассказать после того, как твои ученики, как твои, там, одноклассники скажут, что мне рассказывать нечего, вот у меня вот так вот, так вот, а я встал и сказал, ребята, сколько нужно времени вообще, сколько мне можно рассказывать, потому что у меня столько всего произошло, я и рассказал про, как я бухал и как я, там, что-то там курил и, в общем, там, как я, там, чуть ли не в ямах, там, каких-то валялся, то есть, я с удовольствием это рассказывал, потому что, ну, мне надо было выговориться и рассказать о том о том что я ну все это преодолел и я был горд за себя что все вот эти страшные страшные вещи они на самом деле не очень страшно это просто жизнь которая требует тебя как от мужчины некоторых доказательств на то что на тебя в принципе можно рассчитывать когда тебе говорят что там будьте уверены как им быть таким уверенным то есть в этом плане очень сильно помогает настойчивость когда ты из раза в раз пробуешь и пробуешь пробуешь что я не уйду я не уйду я не уйду я буду пробовать и в какой-то момент даже ну можно сломаться да как бы вот но надо продолжать любом случае делать в общем ребят как показывает практика талантливым хорошо учащимся ребятам не обязательно везет в жизнь а везет тому кто везет везет тому кто с настойчивостью с решительностью продолжает делать то что он должен делать даже если ему отказывают и самое главное если тебе как бы не открывает дверь и стучи еще раз и напоследок не будьте как моими одноклассниками ну в смысле что если вас никуда не звали значит туда ехать не надо так вот не важно звали тебя или нет если тебе хочется и ты сам понимаешь и твой внутренний голос говорит о том что надо все-таки съездить и попробовать сука но все равно это страшно но надо ехать и пробовать до тебя могут отшить до тебя могут сказать один нахер кстати у тебя тоже может не получиться я ездил в москву первый раз в пятнадцатом году меня нихера не получилось я уехал но получил там очень много опыта и знакомых в общем то собственно говоря через пару лет я вернулся в москву благодаря этим знакомым тогда когда я приезжал когда у меня нихера не вышло поэтому ребята пробуйте и ждите как говорить со своего часа но он придет только для тех кто как бы пробует и проявляет свой настойчивость всем пока